Музыка Какой-то ублюдок не давал мне спать до пяти утра Таня легла в 2 часа, а я лег в 5 И Таня проснулась И выспалась, а я проснулся и не выспался Я хотел еще часик поспать А Таня взбесилась и говорит Значит я пойду домой Что мне делать, потому что ты спишь Правильно, так было Покажи, это же правда Не, просто скажи, что это правда Из-за чего мы ссоримся и так дальше Потому что ты меня не понимаешь Вместо того, чтобы лечь возле меня, обнять И подождать, пока я всегда сплю Ты берешь и будешь меня И говоришь, что ты хочешь домой идти А ты в вечеринку сильно меня обнимаешь Когда я спать хочу? Да, постоянно обнимаю Ты кричишь, что я еще спать не хочу И начинаешь смотреть каналы Скотти Крамера голосно И ходить пикать камеру Потому что какой-то блюдок там говорит За векном И я тоже просыпаюсь Ты нормально выспалась же? Не знаю Да, а я поган Я спал 6 часов Не, ну то сегодня нормально Ты не дивился никакие видео А всегда это не Правильно, потому что Я оценю твой сон И лег вместе с тобой в 2 часа Хоть я не хотел еще спать Но уснул в 5 Из-за кого-то дебила Это сегодня было выключение А когда мне нужно вставать В 7 на работу То ты дивишься до 3 ночи Канала Скотти Крамера Я не могу уснуть Потому что у меня проблемы с носом Я тоже не могу уснуть Сейчас У меня проблемы с носом И поэтому я не могу спать Я хочу, чтобы ты со мной Поговорила, полежала А ты спишь И поэтому я включаю телевизор Потому что я не могу просто уснуть Потому что я хочу тебя разбудить Я еще в девушке В девушке шукаю ласку и нижность А не крик и свар Я тоже шукаю ласку и нижность Я тебе даю Ты с самого ранка вставил Я хотела сделать бутерброди Принести тебе что-то поїх А ты вставшись, начал кричать Я не кричать Я сейчас сиром давиться Бо я не могу дыхать носом Ты встав уже злишься Такий кипишевый Пошел что-то Неспокийный Ты вообще Такий кипишевый Кипишевый Пошел что-то Неспокийный Ты просто не видишь Я спокойно встала Я сонный был Я пошел спать себе в другую комнату Просто ты ворвалась Я говорю, что я пойду домой Бо ты спишь Ну конечно я хочу еще часик поспать Бо я не виспался Понятно, что я кипиш Так я что-то села Чтобы сидеть себе в телефоне Или мешать Я что-то там сидеть Я хочу с тобой полежать Ты же в телефоне Ты просто себя не видишь Ты в ранку очень зликся Я всегда очень злик Я всегда очень злик Бо я не высыпаюсь А до тебя я всегда добрый Всегда Я вижу, что ты на кухне Я нормально Бо я просто сонный Мне тяжело жить Бо я задыхаюсь Весь мой нос на бухший Распух нос По самогранку Я лиспав Ще спав Пять с половиной годин Довго? Да, довго Пока ты не понимаешь Что я хочу Нежности, ласки А не сварок Чтобы ты мне дала Виспаться Годинку А не кричали на меня Самогранку Протюн был Ночной режим Ты все будешь черно-белая На видео Камеру свою Нам нужно смотреть жесть Я уже ее смотрела дважды Давай еще третий раз Последний Пересмотреть все Ты же секунд ассистент Ты должна помогать Мани 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 Тогда будем смотреть третий раз Надо вкладывать Добрый день Добрый день Это на рахунок аренды зала Я до вас телефоную Да Дивися Мне сказали Остатесно Відкажут 4 По тому, что документы То там Треба, чтобы мне скинули Скан вашего паспорта Ну або людини На яку буде оформлятися договір Тобто через просто фізичную особу Можна оформляти Добрый Бо я уже нашел Подприемца И уже его можно не торбовать И самому оформить Да, да Можна просто Чтобы вы были Просто ваши паспортные данные Треба будет Я вам сейчас напишу СМС Добрый, спасибо Увидимся Все, очень хорошо Я сказала Хух, это школа подприемца Цего уже 2 дня Я думаю Ничего не выйдет Проблема в том, что у меня фотка на 2 года Допрострочная Я думаю Надо бы Принципал Таня фоткает Да, что я раком стою Да, раком стою Вот Смотрите, какая страна Такой паспорт Украинский, смотрите, какой Вот украинский весь Потрепанный Фуут Тряпка такая Смотрите, какой лох жирный Это я А вот Заграничный Чтоб ехать в Испанию В любом Бэкпарк Смотрите, какой аккуратненький Красивый паспорт И я красивый на стиле Я с помощью этой музыки заходил в депрессию Не, у меня все было ок В 16 лет я слышал такую музыку В 16 лет я слышал такую музыку Классная группа Все Сейчас будем Таня попросила выключить, чтоб в депрессию не загоняться Планирование было ребенка Не знаю, девочка Секунд ассистем Ты помогаешь делать жесть Почему ты плохо проводишь? У меня отпуск А я тут сижу Теряешь отпуск на жесть? Да Нет, это все не зря Сколько уже? Четыре часа дня? И мы проваляли здесь, да? Монтирую я И ничего не сделаю Бо ты там что-то меняешься Бо я шкаю просто один кадр Что за камеру на меня поставишь? А на кого? На себя ставлю в блоге Мне нужен последний кадр найти и все Мальчик Девочка Девочка Мальчик 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 Девочка Стреляет Мальчик И Мальчик Не Стреляет О Стреляет О Мальчик Мальчик Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну так в 15.50 начинаете трансформеры? Трансформеры. Первый сеанс в 15.50. Ну, правильно. А мы договорились на 2 часа. Значит, в 2 в 3.30 у нас заканчивается жесть. Да. Ну, в 15.50. Так почему? Почему? Она позвонила только что. Мы уже договорились. Все. Я выслал фотки паспорта. И только что менеджер в кинотеатре рассказала, что у нас трансформеры в пятницу. Мы не сможем вам в этот день дать зал, когда уже все купили билеты. Все украинские райдеры уже едут на премьеру. Я вот иду клеить эти штучки. Вот прямо сейчас на скейтпарк. И она говорит только что, что мы должны вам отказать за 3 дня. Я договаривался с ней за 10 дней. Она мне за 3 дня говорит, что я должен отказать. А что до 10.00, если в 15.50 трансформеры идут? Она сказала, что мы можем до 10.00 разве что пустить ваш фильм. Просто на 10.00, это капец. Уже все знают, что на 2 часа. И кто будет в 8.00 вставать на жесть? Это бред какой-то. Что вы на что говорили? Она сказала, что мы самовыдновать и вам. На жаль, плохие новины для вас. Плохие новости нужно говорить за дней, не знаю, 7 хотя бы. На субботу нельзя. На выходные нельзя. Она сказала, что можно арендовать зал только до обеда в будние дни. И я за 2 недели договорился, что будет пятница до 2 часов. А сейчас она говорит, что у нас трансформеры и премьера. Прямо за 3 дня уже, последние дни. Что-то проект подшукать. Работать в карьере. Я не зря переживал эти 2 дня. Это не просто так предприниматель, потом порешалась, потом премьера. Просто не хотят сдавать. Мне до рота надо. Здравствуйте. Алло. Да, а в котрій године у вас начинается первый сеанс с трансформерами? А, трансформерами, сейчас я не могу сказать, у меня нет расходов. Зазвучай о 10-й године ранку. Останавливайся. Просто мы только что зашли, смотрели на сайт, то первый сеанс 15.50, то я перепитаю. Да, но там мы открывали продажи просто за тиждень до того на трансформеры. А расход в сеансе у нас еще нет четверга. Потому что там еще и другие фильмы есть. Это сложно. А если бы больше заплатить, просто у нас... Нет, на жаль, я говорила про это с нашим керевником отдела проката, который занимается фильмом, но он категорично забронил нам проводить. Ясно. А если бы четверг, а не пятницу? С 8.30 ранку, например, вы пришли. С 10 ранку? С 8.30. С 8.30 просто всех приезжают потяги, з інших мест, пізнейше приезжают. То есть у вас фильм, да? Так. Ну у нас фильм, там музыка и катание на велосипедах под музыку. Просто на такие фильмы. А если у нас у фойе, просто что у нас у фойе, вам придется десь шукатись звуковую аппаратуру, потому что там проектор мы могли бы позичити, знести. Нет, у фойе нияк. Это заранее все едут в кинотеатр, потому что я уже оголосил. Ну и из таких закладов, где можно взять в оренду зал и есть проектор, то это пресс-конференция готелю Мир. Понятно. Дякую. Добро. До встречи. До встречи. Сейчас конференция готелю Мир. Надо туда начать звонить. Ты что хочешь в Мир и дивиться? Но прикинь, ну там же ж нема ни звука, ну ничего вообще. Да нет, это порядок. А в четвер? Что воно за четвер? Ничего не сказал, я сказал в четвер. Ну то надо было перепитать в ней. Ну промовчала. Воно не хочет просто сдавать в оренду зал. В любой день. Воно вообще не хочет сдавать. Я сказал, давайте дорожчина. Не, не. Сходим сейчас в Мир, подивимся, какие там фойеты загорелы. Фойеты... Фойеты? 100 человек придет и будет кричать в Аванон. Фойеты? Нам надо кинотеатр. Серьезный фильм. Просто Роман берем, шукаем проектор сейчас и, наверное, Роман так на двори, где-то все. Второй по величине кинотеатр в городе Ровно отказал нам. Мы даже не обращались в большом кинотеатре, к миру. Отказали показать фильм. Ровенский фильм в своем родном городе отказались показать за деньги. За тысячи, за полторы тысячи гривен в час я готов был доплатить в два раза больше. Но вообще отказались до обеда в будние дни. В будние дни до обеда мы встанем на мультики, ходим, платим по 30 гривен, и никого нет в пустой зал. У них выручка по 200-100 гривен. И они за полторы, даже за три тысячи, ни за какие деньги не захотели сдавать. Наш фильм Ровенский, не чужой, вы не показываете чужие фильмы, наш Ровенский. Навстречу не пошли никак. Взяли это печатали здесь. Хорошо, что я не наклеил, так бы еще больше народа было. Уже человек 70, забили места в кинотеатре. 100 человек, на какой фильм в будни пойдут 100 человек? С других городов приедут в Ровно, да ни на какой. И они отказываются нам показать наш фильм. Значит, нам 93 номер. Ё-моё. Не знаю, надовго хватит, не 10 гривен, чтобы пополнило. Ваш виклик переотрясовується на автовитовіди. Сдают проектори, но никто не берет трубку. Алло. Да, добрий день. Добрый. Я на рахунок проектора, вы оренду сдаете на сутки? Да. А я хотел узнать, нам нужно на 2 часа, на сутки, там цена одинаковая, так? Да, там 100 часа, 100 часа, на сутки не берет ниже. Добрый. Скажите, пожалуйста, я никогда не установлю проектор, что нужно? У вас экран в комплект, так? Счастье, я много слышу, да. У вас экран в комплект? Ну, можно с экраном, можно без экрана. Нам нужно с экраном, и на сколько дюймов экран? На данный экран, там полотно на 100, или на сколько дюймов? Да, я не знаю, сколько дюймов, я не помню. А цена за сутки? 350 гривен проектор из экрана. А звук у вас еще можно орендувати? Є какой-то звук колонки? Еще раз, еще раз. Звук у вас еще можно орендувати? Нам нужно, если у вас есть колонки, генератор, все, сразу. На показ фильм. Нет, 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 нет. На ноутбук, чтоб все, чтоб подключить проектора. Один взял только с четырех. В ПДМе, не знаешь, можно порешать зал, якось, чтоб с проектора глянуть фильм наш. Не знаю, я уже там не працю, напрячу я тебе, чем цей. Алло, добрый день. Добрый. А с кем можно поговорить на рахунок аренды зала в текстильчику? Нам нужно на 2 часа арендовать зал для показа фильма. Ну, если бы вы еще позвонили в 12 часов вечера, вы все дома. Я не могу сказать, даже дата въездного. То, может, до 100 номеров можно поговорить с вами, на рахунок того, чтобы вы дату проверили, может, вас перенабрали завтра вранці. Завтра переберите, вы все в комнате, 16 часов, рабочий день. Ну, я не знал, до какой у вас час, извините. Завтра перенаберу, спасибо. Какаясь сельчка, невихована, им деньги не надо, что все так говорится? 12 часов, то зараз это все, мама. Время покажи. 18.23. Вы вообще в 12 и один ночи подзвонили. Ты звонишь в 11, или в 8, наверное. Серьезно. Может, я поднимаю вопрос, серьезный? Вы не должны номер выставлять на сайте, або не бери трубку. Я бы ей гаркнула, уже не знаю. Там копья в трусах бросают. Мужики копья в трусах, смотрите. Блин, давайте мне донать тебя на камеру зум. Говорились мы за проектор, уже осталось найти помещение. Завтра. Жесть на ветру. Сейчас мы приклеим эту штуку, установим скрытую камеру. Уйдем и узнаем, кто мой хейтер. Кто первый сорвет ее. Томми Джерри. Прокачиваем. Сейчас еще одну на фонбокс. Остальные мне на раму, потому что у меня рама пока цена. Я купил себе наклеечки такие красивые. Байк став. И рядом будет от Мишани. Наклеечка. Вот. Томми Джерри. Смонтер Мишани. По-самому центру надо. А вон тут можно. В кончике пыли. Тяо. Давай, банихоп. Таня одевается и раздевается по несколько раз, хочет идти домой, а потом обратно ложится в постель. И подключает свой айфончик ваймак заряжать уже третий раз. Ну что ты там? Расскажи подписчикам. Как дела? Какие домой? Ты же спишь уже в постели. Вот один прекрасный момент. Пиду и все. Куда ты придешь от меня? От меня ты никуда не придешь. Знаешь, чем я? Потому что я действительно любую. Единый такой в свете по-справжению. Ты не хочешь со мной тусоваться, монтировать, ты хочешь спать. Ну уже півдругого. Я встаю в зарядечку в десять, как Соловей. Вообще ты, как Соловей, я встаю. Ты еще спишь. Я лягаю на полутора часа позже. Ну а потом спишь. И встаю потом еще раньше. Я буду спать до двенадцати пів. Ну да, я еще лежу в трех ночах и буду спать до десяти. Я не висклюсь. Буду ходить в армию. Семь часов. А я сплю по пять-шесть, мне норм. Добре, то тебе норма, мне. Люди религи. Да? Ну то сплю. А я буду дивиться Скотти Крамера и монтирую. Ты сейчас говоришь, ты 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 заставка. Кто знает заставку Скотти Крамера, вы поняли, о чем она. Всего в семь секунд. Мы встали с самого утра, идем сейчас дальше подлужать, искать аренду зала. Потому что осталось два дня до премьеры. Шесть утра. Шесть утра, нет. Уже не шесть утра, но времени помыться и пояснить. Вот мы вышли с палацией для Тейта Молоди. Представляете, нам кто-то не везет. Пришли договориться за аренду. И здесь, скорее всего, нам дадут аренду и дали бы. Но сегодня у директора сестра умерла, и она на похоронах. Именно сегодня. Исталось два дня до презентации. И завтра последний день, чтобы с ней просто увидеться и спросить, или можно. И мы не знаем, на что надеяться. И сейчас или искать что-то другое, или нет. Еще так получилось, что нужно договор составлять. Получается у нас презентация если завтра. А договор через три дня могут только подтвердить. За последний метод это все делать. Кинотеатр жестко с нами поступил. Мою репутацию подмачивает кинотеатр, да. Я всем рассказал, мне очень неприятно, потому что я не люблю такого. И вообще, безсовестный. Семьсот гривен за певторой годиной проект. Проектор аренда. Арендом мы дзвонила и договаривались. Триста гривен, а тут на месте сказал, есть проект, но бы только шесть плюс семьсот гривен. Не, конечно, поторговаться. Да, наши торговаться цены, не відповідальны. Если мы сейчас бы торговались, нам бы в последний момент засомневались, отказались и все. У нас не тот случай, у нас два дня осталось. Они бы не отказались, они бы сказали нет, типа две тысячи и все. Короче, мы только что выслили с другого здания, текстильщик, там большой зал на пятьсот людей. На семьсот. На семьсот. Даже это в кинотеатре было на сто, а теперь у нас зал на семьсот людей есть, но он в два раза дороже. Хоть это и не кинотеатр. Получается, нам нужно отдельно за проекторы шестьсот гривен, две тысячи гривен за аренду, а там в кинотеатре все включено, а там полторы тысячи говорили. Два раза дороже, но зато больше людей. Правда, сейчас нужно всем сказать, что это будет вечером, а не в обед. Будет как громкий, Влада, закрытый, это носок. Подумать, ты здоров. Нет, харно.